Здравствуйте, люди добрые! Решила я обозреть, что я сегодня купила. В двух магазинах место бытия, где я сейчас обитаю, цветочный. И камера там у меня стоит мордочкой к окну. Должно быть вам всем цветло, особенно тем, как обычно темно. В общем, вообще, сначала я в фортунку зашла. Хоть я и собираюсь в понедельник за молочком, и ко мне наконец-то, по ходу дела, придет человек, который аж с апреля сюда идет на это новоселье. Хоть квартира недавно стала наша, но все же. Но, видимо, придет все же один, а не два. И я на всякий случай позвала на вторник людей, которые все как-то очень сильно рвались ко мне, но как-то все не идут. Не знаю, если уж не придут, то у нас сильно мил не будешь. Не буду больше звать. В общем, купила я себе молоко. Вообще, первый раз такое молоко увидела. 40 рублей оно стоило. Самое любимое молоко. 3,2% жирности. Молоко питьевое молоко. В нашем молоке, кроме пользы, есть только любовь и забота. Так, сделано оно в Смоленской области, город Цычевка. 3О Молд Маркет. Калужская область при этом. Производитель, но произведено. В чем прикол, не знаю. В общем, Калужская область и Смоленская область. Ну да ладно. Что у нас тут составим? Молоко цельное, молоко обезжиренное. Без запятых. Ну да, простим мы им это. Потом, я себе купила, так как у меня тут вообще что-то я делала редакция Никитки, но, видимо, вампир вынес весь мозг, или у меня мозг уставал, 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 и устал уже на редакте. Короче, в общем, купила себе пастилы в шоколаде. Я просила грамм 300, но мне, видимо, свешили чуть меньше. Вообще, все это вышло у меня на 108 рублей. Ну да ладно. В общем, на пробу 6 штук пастилы в шоколаде, я думаю, вполне хватит. Там вообще куча всяких таких пирожных бывает. Ты купила себе вот, ну, тетя моя считает, что надо все-таки есть там сосиски какие-нибудь, колбаски какие-нибудь, мясо какое-нибудь. У меня как бы есть мясо, но варить надо. В общем, купила я себе какой-то колбасы докторской, по-стародворски, колбаса вареная, 4 августа всего года созданная. Недавно, короче, колбаса созданная. Как бы колбасу можно с макаронами, подумала Лёля, сварюкая макарон, но я что-то подсела, вот третий раз за 2 дня делаю маленькую картошку жареную на свином масле, в смысле на свином сале, свиного масла-то как бы нет. Хотя, может быть, кто-нибудь в какой-нибудь национальности доит свиней, делает свиной молоко, мало ли, подумала Лёля, сказав, возможно, какую-то хинею. Ну и вот сумочка, очень такая вот хорошая сумочка, практичная сумочка. Опять же, привет, Вика, подарок от встречи Реали. И я купила, у меня что-то как-то с пакетами совершенно не очень напрягивая, внезапно случилось, которые просто пакеты, я уже где-то, наверное, говорила про это, а может, нет. Причем, купила я себе заодно и пакет магнитный, в магните. Давно что-то бананы не покупала, они там по 55, что ли, вообще, хотела чек взять, но он у меня на столе вставать не будет. Причем, 180, что ли, или 170, чем-то, ну, где-то, грубо говоря, 180 рублей, наверное, вышло, в общем, у меня все это, три банана. 55, кажется, рублей килограмм, если не путаю, может, больше, может, меньше. Такие зеленоватые бананчики. Ну, у меня как бы чуть больше или, наверное, ну, где-то около третьей дыни, которую я все никак не съела. Надо, Лёля, съесть дыню. Ну, и еще немножко веточка черного винограда. Зернышка, Бион. Вот, был бы он без зернышек, я бы захомячила, даже не задумываясь. Но с зернышками наплеваться. Купила я себе сметаны. Что-то у нас молочные продукты, Рыбинский район, поселок Юбилейный, сметана. 15% массовая доля живности. В общем, сделала она на 17.08. Вот сейчас она в днях недели настолько потерялась, что не очень уверена, какое сегодня что. Так бы определить по чеку, но чек у меня вот, опять же, на столе. Наклеечка отловилась. Понравился мне такой хлебушек, я его еще вроде не обозревала. Может, как-то хотела обозреть, но забыла или что-нибудь не случилось, потому что глючили камеры тут у меня со звуками. Короче, я второй раз уже их беру. Это пайтики восточные. Состав мне очень у них понравился, поэтому их первый раз и купила. А потом они такие вкусные, поэтому их купила еще раз. Хотя у меня те еще остались, но они, наверное, уже как сухарики. Если поеду в понедельник все же за молоком, то свезу может там это, кос покормят с сухариками. Короче, состав. Мука пшеничная, хлебопекарская, высшая соль, вода, точнее соль, вода, сахар, сахароза, лактоза, молоко, коровье, друзья, сливочная масса, в скобочках постерилизованные сливки, ручная работа, внезапно, 180 грамм. Что-то 301, что ли, они стоят, или как-то так. Акобян. Я, по-моему, Акобяна какой-то этот, лаваш их брала. То ли лаваш их как булочка, то ли лаваш их как такая тряпочка. Тише, мне кажется, что-то унюхо. Так, а, еще купила себе не то, чтобы у меня воды, дефицит воды у меня хватает, ну, Кубай, легенда Кавказа, негазированная, горная питьевая вода, полтора литра. Мне тупо на бутылку на полтора литра пластиковую, потому что именно в такие бутылки полтора литровые пластиковые наливают молоко в деревне выдры. В общем, вот, что-то она по скидке была 15, что ли, рублей. Я вообще немножко другую покупаю, но на нее цена стояла, а самой ее не было. Пакет, соответственно, пригодится. И вот это я уже как-то покупала. Ну, такие, в общем, или в Инстаграму я выкладывала, или отозревала, или только выноски все-таки выкладывала. Баунти ограниченная, серия Райски, она на две конфеты Баунти. Вообще, Баунти нравится, но так редко покупала. Оригинальный покупала, подольше деваю, наверное, лет 10 назад. А этот вот, ну, в это лето вроде уже покупала. Короче, отборная кокосы с тропических островов. Тут у нас ананас и кокос. Такая сладко-кислененькая немножко по вкусу. Ну, вот мне, честно, понравилась. Ну, конечно, она отличается. Вот, ну, если бы у меня был выбор или ту, или другую, я бы выбрала эту и другую. Вкусная. Так, а еще что-то я вот, сникер с семечками, он был по скидке 32 рубля. Что, тут тоже две конфетки. Ограниченная серия, сникер с семечками, сникер с ничего-то там. Вот такая вот. И этот 36, кажется, был. Он поменьше выходит, это побольше. Как бы на Type-то особо мозги не нужны. Ну, если там только включать, когда на очи пятки. Если от руки текст убиваешь. Блин, так это второй день, такое ощущение, что я вчера выключала этот ноутбук, я его обозрю потом отдельно. И думаю, блин, вот сейчас выключи, он ведь не включится. Мне все не доходит, что это у меня уже другой ноутбук. И что он действительно новый, а не проданный, бэушный, под видом нового. Ну, короче, в общем, я думаю, мы с ним долго будем жить. И сейчас я, короче, буду тайпить. Буду закусывать этот Type-сникерсом. А может, сейчас я им просто выключу, перед тем, как потайпить. Вот такой у меня обзор. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте поставить колокольчик, если вы подписались. Сейчас за косплей у кого-нибудь. Или просто будет просто. А если вы не подписались, то подпишитесь. Фиг ли вы еще не подписались, а? Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok